Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру. Меня зовут Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Дорожники просят водителей помочь с поиском аварийных участков дорог. Небольшой театр представил необыкновенный спектакль. Ульяновские внедорожники будут поставляться на Кубу. Дорожные службы Ульяновска взялись за проблему очистки ливневой канализации комплексно. Так, колодцы чистят разморозкой и гидроударом, а ямы греют и засыпают. Можно было бы дождаться и тепла, но специалисты утверждают, что на ряде участков действовать нужно незамедлительно. Снег на дорогах тает и превращается в лед, а все дорожные ямы, еще недавно скрытые снегом, вновь представляют опасность. Проблему решают комплексно. Прочищают ливневые колодцы, чтобы талая вода уходила, а не превращалась в лед на поверхности дороги. Попутно управление дорожного хозяйства открывает весенний сезон дорожно-ремонтных работ. О планах и уже проделанной работе нам рассказали на пресс-конференции в администрации областного центра. В настоящее время мы приступаем к работам по холодному асфальту. Холодным асфальтом пока за период января-февраля мы выполнили всего 80 квадратных метров. Это объясняется тем, что сейчас очень сложная технология. То есть на дорогах вода приходится воду эту выпаривать. Видели, наверное, газовыми горелками работают, выпаривают, осушают и потом засыпают ямой после очистки холодным асфальтом. Зимой эта процедура в разы дороже, чем, например, весной, а тем более летом. Тем не менее, есть места, где ремонт нужен немедленно. Чтобы он был долговечным, необходимо исключить нахождение от ремонтированного асфальта в воде. Специалисты говорят, что при 18-дневном нахождении куска дорожного покрытия в воде он теряет 20% своей прочности. Поэтому очистка ливневых колодцев – необходимая составляющая дорожного ремонта и качество дороги вообще. Работа трудная, ведь протяженность городской ливневой канализации – 240 километров. 4357 колодцев линиевой канализации. Могу по районам разложить. Заложский район – 115 километров, 1405 колодцев. Ленинский район – 32,6 километров и 1246 колодцев. Засвияжский район – 37,8 километров и 1109 колодцев. Железнодорожный район – 17,5 километров и 597 колодцев. Первая задача, которую уже решают специальные бригады дорремстроя – размораживание этих колодцев. Для этого используют горячую воду. Кроме того, чтобы избавиться от формирующихся засоров, используется такой метод, как гидроудар. Специалисты отмечают, что чистить в этом году несколько легче, чем в прошлые года, потому что зимой мало использовалась пескосоляная смесь. Дороги в основном посыпали твердым реагентом, который хоть и дороже, но гораздо экономичнее и эффективнее. Рассыпка одной и той же массы ПСС и твердого реагента – эффективность намного выше получается. Если раньше мы заготовывали 30 тысяч тонн ПСС на зиму, то в принципе в этом году мы обошлись, наверное, где-то половиной этого объема, используя при этом тысячу тонн реагента. Чиновники обещают, что летом будет меньше пыльных бурь, который поднимал ветер над городскими улицами, как только они просыхали. Реагент же не оставляет после себя пыли. Немного мешает укладываться в сроки изменчивая погода. Тем не менее, работы ведутся и, вероятно, совсем скоро город вернется к так называемому нормативному состоянию. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Пришла весна, с дорог сошел снег, а где-то вместе с асфальтом. Управление дорожного хозяйства администрации Ульяновска обращается к жителям города с просьбой помочь дорожным службам в оперативном устранении аварийных ям. Если вы увидели яму, которая может сказаться на безопасности дорожного движения, то сообщайте об этом по телефону 35 40 78 в правой бережной части города и 25 04 05 в Заволжье. К слову, в конце марта будет произведен осмотр городских дорог для того, чтобы составить график ямочного и карточного ремонта. А с наступлением теплой погоды городские улицы начнут ремонтировать. Водное поло в нашем городе зародилось недавно и находит все большее число поклонников. Ульяновские спортсмены регулярно посещают общероссийские соревнования и активно развивают данный вид спорта. Так, на днях в Ульяновске стартовал первый в истории чемпионат при Волжской лиге Национальной Ватерпольной Ассоциации. Подробности в нашем материале. Водное поло – игра не для слабаков. Ульяновские спортсмены подтверждают это на каждой тренировке, постоянно оттачивая новые движения и передачи. Тем более, что стремиться есть куда. Команда из Ульяновска принимает участие в чемпионате при Волжской лиге Национальной Ватерпольной Ассоциации. НВА – это Национальная Ватерпольная Ассоциация. Она создалась в Москве еще три года назад. Она называлась Национальная любительская лига по водному полу. А с прошлого года она называется Национальная Ватерпольная Ассоциация. Она включает в себя фитнес-лигу, школьную лигу, студенческую лигу. И первую лигу – это команда, которая играет по большому водному полу. И также мини-водному полу. И под этой эгидой была создана Приволжская лига. Момент исторический. Первый тур, первый в своем роде чемпионат и первая игра. И все прошло в Ульяновске на базе бассейна «Спартак». Место для старта выбрано не случайно. Именно с подачи активных ульяновцев Национальная Ватерпольная Ассоциация обратили внимание на большое количество команд, играющих в водное поло по всему ПФО. Поэтому и решено было создать свою собственную лигу. Это очень тяжелый вид спорта, в котором нужно уметь плавать, играть, мыслить с головой. Ну, сами понимаете, это вода. Поэтому это очень хорошо, что у нас есть вот эта лига, в которой мы будем принимать участие. И пускай чем больше команд, тем лучше. В первом туре участвовали сами хозяева бассейна, а также гости из Самары и две команды из Казани. Наша команда приехала очень маленьким составом, всего пять человек. Играли без замен, было очень тяжело, но сделали все, что смогли, в принципе. Старались, играли до последнего. Второй тур чемпионата пройдет 30 марта в Оренбурге. К уже заявленным участникам присоединятся спортсмены из Уфы, Саратова и Оренбурга. Финал чемпионата пройдет в мае в Казани. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды. Ульяновский автозавод возобновляет поставки автомобилей на Кубу. Три модели, УАЗ Патриот, Пикап и Профи, успешно прошли испытания в Институте транспорта Куба. Ульяновские внедорожники давно известны на острове Свободы. Ведь ранее в общей сложности туда было поставлено более 30 тысяч машин. Автомобили успешно используются в армии, полиции, медицине и различных отраслях народного хозяйства, благодаря неприхотливости, надежности и простоте конструкции. Планируется поставлять несколько сотен внедорожников в год, и Ульяновский автозавод уже начал отгрузку первой партии пикапов для энергетической отрасли Кубы. Необычный театральный проект для детей о Гончарове стартовал в Ульяновском Тюзе. Небольшой театр представил необычный спектакль, где юные зрители наряду с актерами становятся участниками действия. Действия разворачиваются не только на сцене и в зрительном зале, а также в фойе первого и второго этажей. Ульяновские школьники стали участниками театрального интерактивного проекта для детей о Гончарове, который стартовал в небольшом театре. Спектакль в Японию под парусом «Паллады» является главной его составляющей. Юные зрители наравне с актерами театра становятся полноценными героями действия. Задача проекта – познакомить детей младших классов 7, 10, 11 лет с именем Ивана Александровича Гончарова, поскольку он является одним из ярчайших представителей нашего региона, одним из самых выдающихся уроженцев, и он является частью нашей региональной и национальной идентичности. В увлекательной форме участники спектакля узнают о совершенном в середине XIX века «Кругосветном путешествии Ивана Александровича Гончарова» на борту фрегата «Паллада». В качестве секретаря первой российской дипломатической миссии он поехал в Японию. В проекте задействованы не только сцена и зрительный зал, но и фойе первого и второго этажей. Во время спектакля «Бродилки» ребята знакомятся с морскими науками, учатся драять палубу, изучают навигацию и многое другое. Всего в этом году запланировано 15 мероприятий программы. А сам интерактивный проект для детей Гончарови был создан благодаря выигранному президентскому гранту на развитие гражданского общества. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. В Ульяновской области ожидается ухудшение погодных условий. По информации Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предстоящей ночью сохранится усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. А завтра днем на дорогах ожидается сильная гололедица. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok